Всем привет! С вами Надежда на моем канале, страничка Надежды. Мы уже давным-давно проснулись и уже совсем даже не утро. Уже позавтракали, уже поиграли, посмотрели телевизор, посмотрели мультик, поиграли, еще раз, еще раз позавтракали. Короче, даже сходили в магазин. А сейчас надо заняться очень важным и нужным делом. Именно опорожнением туалета. Вот такая штука снаружи, такой вот чемоданчик. А там все кокусики наши. Вытаскиваешь и катишь на специальную станцию. Проследуем за водителем Максом-Папой. Меня спрашивали в комментариях, Надя, кто же там с тобой едет-то? Почему называешь то Максом, то Папой, то водителем? Меня слышно довольно-таки ветрено. Но дело в том, что папа наш, он профессиональный водитель. И зовут его Макс. Вот такая страшная тайна. Воняй, да? Подержи миш дверь. Ну как что это, Леша? Ну туалет, вот там твои кокусики вот и сегодня сделала. А вот сейчас это надо слить все. Во какая технология. Вот и все. Миша, что ты закрыл нос? Воняет там? Писеть, писеть, писеть. Писеть хочешь? Да, писеть. Сейчас вот здесь остановлюсь. Здесь поменьше ветра. Договорю. Что я хотела сказать, что в этом... Сейчас, Агат, подожди. В этом бачке там специальные бактерии. Все пи-пи-пи-кака, они все там разлагаются. И ты выливаешь уже такое полупереработанное. Даже бумага туалетная, которая там используется, она специальная, она необычная бумага. Такая вот технология. Ну, не знаю. По мне так очень даже экологично и очень даже удобно. Очень удобно, очень как бы чисто все. Ну, просто супер, скажем так. Для путешествия это прям, ну, мечта. Мечта. Не моя, мечта детей. Я вообще не большой любитель путешествий. Я путешествую только потому, что детям нравится. А так, в принципе, мне эти путешествия, они мне вообще не нужны. Вон там мусорки, а, Миш, видишь? Выносили тоже уже мусор. Сегодня ночью собака какая-то лаяла, да, Миш, слышал? Да. По кругу, вокруг нашего этого бегала, да? Два раза. Я думаю, мне казалось, что ли. Бегала вокруг нас, да? Нет, мы два раза вроде. Пробежала два раза, да? Ага. В общем, мы идем гулять дальше. Второй день. Второй день гуляний. Погода, как и вчера, была не очень. Что, Агафь? Ну, что, мы дома дома. А что, мы не дома что-то идем? Нет, мы идем погулять. Хочешь погулять? Да, что? Ну, да. Курточку вот я зимнюю одела. И пойдем гулять. Итак, мы находимся в центре города. Напоминаю, это город Салфпорт. Также хочу сказать то, что не сказала о том, что маму мы не взяли с собой. Мама осталась дома, потому что... Мама с нами не поехала, потому что... Сейчас хочу показать вам здание красивое. Смотрите, какое здание. Какие окна огромные. Мама с нами не поехала, потому что ей надо собираться. Ей надо собираться. Агафь, иди ко мне, руку дай. Находимся в центре города. Сейчас погуляем по городу немножко. Хотела сказать о том, что мама не поехала с нами, потому что ей нужно собирать вещи, ей нужно там прибирать, собирать. Она скоро уезжает. Поэтому она с нами в это путешествие не поехала. Один скуп только. Больше не надо. Сейчас не так тепло. А что она сделала? На, держи мороженку. Прилавок. Интересный магазин. Но он, к сожалению, закрыт. Здесь всякие старинные вещи продаются. Смотрите, вон какие-то медальки. Не вижу, какие, наверное, Второй мировой войны, я думаю. Разные интересные антикварные вещи. Смотрите, какой бинокль, да? У меня вот такие вот есть, только такие новые, как бы старые, но в очень хорошем состоянии. Что здесь еще есть? А, смотрите, ботинок. Кого? Подписанный ботинок Стивен Джерард. Я не знаю, кто это такой футбольный... Футболист какой-то. Стоит он 225 фунтов. Смотрите, какое здание кирпичное, красивое. А здесь сделан такой, как бы, навес. С такими вот колоннами красивыми. Ай, на телефоне все так плохо снимается. Магазины, конечно, сейчас все закрыты. Почему-то. Не знаю, почему. Не знаю, вообще такой депрессивный, надо сказать, городок немножко. Такой, как сказать. Ну, не знаю, не совсем туристический. Что-то в нем как-то не так. Много закрытого, много разрушенного как-то. Не знаю, может, мы, конечно, на самый окраинный. Полиция мчится. Две полицейские машины промчались. Не знаю, Гаш, куда-то спешат. Смотрите, как красивая, какая улица красивая. Сверху видно здесь номероквартиры какие-то, я так думаю. На полиция. Все, конечно, расступаются. Все водители прижимаются к обочине и дают проехать полицейской машине. Три машины проехала. Что же там такое случилось? Успела заснять. Проехала еще одна большая машина полицейской. Почему на такой скорости? Что такое там случилось? Как это называется? Для задержания большого количества людей. Ну, такая большая полицейская машина. Что-то случилось, видно. Прям промчалась очень быстро. А я хотела показать вот этот. Это, видимо, так называемый таунхолл. Я так предполагаю, я не знаю. Ну, обычно в таких городках именно вот так выглядят таунхоллы. Мэрии, вот по-русски. Мэрия города, видимо. Старинное здание, как всегда. Не знаю, какого года, но очень красиво. Вверху часы. Площадь какая-то там, видимо, парк небольшой. Кирпичные дома и никого нет. Чайки вверху над нами вон пищат. Не знаю, как назвать этот двуг. Вообще, сразу же чувствуется, что морской город. Хотя и у нас даже в нашем маленьком городке чайки тоже слышны. Но они редкие, не так их много. А смотрите, как красиво. Какие красивые дома, да? Там квартиры, видимо, вверху. Автобусная остановка. Остановилась я у банка. Такие вот ворота. Это даже не дверь, ворота. Написано HCBC банк. Но сверху написано Preston Bank какой-то. Preston Bank. Preston, не знаю. Но смотрите, какое красивое здание. С двух сторон колонны. И вот такая вот лепнина. Я даже не знаю, вырезано ли это или это лепнина. Не знаю. Но очень красивое здание. Старинное видно. И изначально оно было банком. И сейчас тоже это банк. Ага, пошли. Пойдем дальше. Что там? А, ну это, наверное, на батарее, как я думаю. Интересно, когда? На батарее, когда, наверное. Да, как я и сказала, город немножечко такой депрессивный, скажем так. Давай вперед, Ага. Ну, наверняка есть лучшие части этого города. Есть худшие. Может быть, мы не в самой лучшей части этого города. Смотрите, вышли мы на такой перекресток. Если так можно его назвать. Со шпилем. Перекресток со шпилем. И чайки кричат, надрываются. Смотрите. Что хочу сказать. Вот мы сейчас прошли вот эту длинную-длинную улицу. С левой стороны от меня магазинчики. Наверное, процентов 60-70 из них закрыты. Большинство из них видно, что закрыты не так давно. Не знаю, из-за вируса или нет. Вполне возможно. Но недавно закрыты магазины вот сзади меня. То есть, вот эти все бизнесы разорены. Причем сейчас лето. Они все, даже те, кто открыты магазины, они сейчас закрыты почему-то. Поэтому я говорю, что этот городок вызывает какое-то депрессивное такое ощущение. Много бомжей. На полу сидит. Попрошайничает. Много закрытых очень заведений. Хотя, с другой стороны, вон видно такие богатые здания. Какие-то заведения. Не знаю, надо туда пройти посмотреть. Впереди, вон, видимо, дом жилой. Там квартиры внизу. Какие-то бизнесы. Но я тоже вижу многие закрыты. Бизнесы вон. Не знаю, не знаю, почему так получилось. Агафья мне показывает свою моську грязную. Хочет, чтобы я ее вытела. Сейчас, сейчас я тебя вытру. У меня есть салфетка. Если кто-то был в этом городе, знает, может, какую-то историю, знает, что, как здесь вообще дела идут в этом городе, пишите в комментариях. И буду рада. У меня не было времени изучить даже этого места, куда мы едем. Мы просто впрыгнули в машину и уехали. Что это такое? А, это был магазин украшений. Смотрите, какая красота. На фоне цветов приделаны, приклеены еще цветы. И такое, как 3D такое. Тоже, видите, это был магазин ювелирных украшений. Все закрыто. Закрыты. Вам не видно. Смотрите, какая махина огромная. Шпиль торчит. Вот это размер. Вот это размер здания. Очень большой. Святого Георга, да? Что там? Сайн Джорджис, да. Вот такая вот церковь. Но, видно, тоже закрыто. Церкви в Англии сейчас все закрыты. Вот такая махина огромная. Но там стоят две полицейские машины. Стабилизатор у меня уже начинает... Батарейка садится на стабилизаторе. Поэтому скоро картинка будет снова трястись. Вот так вот. Ну, я научилась, как снимать, чтобы более-менее не тряслось. Могу открыть секрет, если для кого это интересно, нужно останавливаться, снимать, а потом идти дальше. И не снимать, когда ты идешь. То есть, когда ты идешь, не надо снимать, нажимать на кнопку и идти болтать. А надо снять, выключить, подойти к месту, которое тебе нужно, и дальше снова снимать. Вот так вот. Делюсь с вами опытом съемки. Так, перед нами две машины. Полицейские. Ну, что случилось, трудно сказать. Драки не видно. Амбулансов тоже не видно. Что-то случилось. Можно, конечно, спросить, что случилось. Но вон идет полицейский, я вижу. Английский наш, британский. Красавец, красивый полицейский. Вот машина, которая так быстро ехала. Спешила на вызов. Пришел человек, который забирает почту. Королевскую почту. В этом столбике забрал письма. Садится в свою машину и едет, видимо, в главный какой-то офис. Вот такая красная машина с инициалом ER. Инициал королевы. Королевская, британская почта. Здесь на The Bolt. И деревянная лошадь. Bolt это лысый. Такая вот, бар такой, с пальмами. Хотели здесь посидеть, но пойдем, наверное, дальше. Идем дальше по городу в поисках какого-то кафе или что-то вроде такого. Здесь вот еще одна церковь, которая тоже закрыта. Ну, такая обычная, скажем так, англиканская церковь. Какой красивый вход, смотрите. Каменный. Сделано все из камня. А напротив два больших дерева. Это каштаны. Два больших и еще поменьше. Смотрите, какое красивое дерево. Каштаны. Пофотографировались немножечко мы здесь. А здесь на полу, смотрите, такой вот мемориал принцессы Дианы. Тут вот написано, что ее дата рождения. 61-й год по 97-й год. Вот такой вот круг. Напротив прям мэрии. Люди сидят, отдыхают, кормят голубей и чаек. Вернее, они кормят голубей, но чайки у них все отжимают. Вот такая у нас сегодня прогулка. С одной стороны, как бы прогон до подводи. С другой стороны, хорошая погода в том плане, что нет дождя. И вообще хорошее настроение. Прогуливаемся, ищем кофе. Продолжаем искать кофе. Одно место нашли, но решили сейчас в нем не оставаться. Пойдем дальше погуляем по городу. У нас все равно еще время есть, еще светло. В общем, гуляем, наслаждаемся красивыми видами этого странного города. Так, дорогу, стой. После этого можно наполовину перейти. Нет. Стоим. Так, здесь пешеходы есть. Любая, да, нам центральная улица. Мы тут, сейчас синяя поедем, стоп. А, ладно, в другую сторону. Если я не в другую сторону, пошли, бегом. Пошли. Ну, скорее, скорее, Агафия. Мы не пошли на машину. Какую машину, Леш? Порш, тайка. Борш, что? Порш, тайка. Тайка? Какая? Где? Вон, вон. И что? У, какие орхидеи. Смотрите, какие орхидеи красивые. 18,50. Смотрите, какая красивая. Я никогда таких орхидеи не видела. Посмотрите. Ну, и цена у них, конечно, 22,50. Вот это орхидея. А, вот это красота. Это, видимо, какой-то магазин каких-то необычных цветов. Я так понимаю. Смотрите, как сделан плющ на шпалере. Ай, ветер задувает в камеру, наверное, ничего не слышно. Смотрите, какой красивый рисунок. Обалдеть. Я бы вот этот вот купила бы. И вот этот вот. Ну-ка, что еще есть? Ну, есть вот такой вот. Какой-то, ну, необычный. Ну, ничего такого особенного. Есть еще вот такой вот. Пойдемте посмотрим, что там нас Миша звал посмотреть. Что там, Миш? Машина? Что с ней? Это электрическая. Электрическая. Электрическая? Она из второго сидения. Там тоже компьютер. А, да? То есть там она укомплектована компьютерами, да? Как она называется? Порш Тайкон. Порш? Порш что? Порш Тайкон. Тайкон? Порш Тайкон. Без понятия, что это такое. Тесла. А, это из Тесла? Нет, это ровесник. А, ровесник Тесла. Ну, вот такая вот, короче, машина. Ничего интересного. Миша у нас вообще очень увлекается всякой техникой, машинами. Поэтому ему эта тема интересна. А я в машинах ничего не понимаю. Поэтому мне эта тема вообще не интересна. Для меня машина это просто железная коробка на колесах. Если она едет и чистая, то как бы прекрасно. Все остальное вообще как бы. Мне официально остановилась, чтобы показать, обратить ваше внимание на то, как построены здания на протяжении всей этой улицы. Они слеплены одни к другому. Одно здание приделано как бы к другому. Слитные такие вот. Иногда бывают у них проезды. Но в основном вся улица это слитные здания. Которые, конечно же, имеют разных хозяев и разные предназначения. Но они построены вот так вот в таком вот стиле. С клееным, так сказать, один к другому. Какой-то royal buildings вот. Серого такого старинного цвета, так сказать. Не под старину, а именно старинная. Вот такая интересная архитектура. Это вот чисто британская. Может быть, где-то в Европе еще, в какой-нибудь Баварии. Может быть, в Германии также строили раньше. Вот и в Англии тоже. Зашли в бар. Заказали еду. Сейчас пойдем есть к столу. Принесут. А сидим мы на улице. Там же и дети сидят сейчас. Столик номер 86. Вот такая вкуснятина у Леши и Миши. Это печеная картошка с сыром и фасолью в томатном соусе. Ну и салатик, конечно же. Такая вот вкуснятина. Ну а наша сейчас еда дойдет, и я вам тоже покажу. Я прям смотрю, не могу. Аж слюнки прям текут. Такая вот вкуснятина. С салатиком. Ммм, сыр прям весь расплавился. У меня вот такая порция, горячая тарелочка. Аккуратненько. Здесь у меня, сейчас я вам покажу. Открою, так сказать. И покажу. Смотрите. Здесь получается у меня цветная капуста со шпинатом. Вот цветная капуста. А сверху соус карри. Соус карри и шпинат. Ну и рис, конечно же. Агафья нашла себе дружка. Играет вон с детьми здесь у паба. Наверху крякают чайки. Летают в большом количестве. Люди сидят на скамеечках, отдыхают. Пьют пиво и кушают. А еще не так давно этого всего было невозможно. Потому что были закрыты все пабы, рестораны, кафеюшки. Ну вот теперь открылись. Ганя говорит, что в чайке пончики просят. Как вчера. А Гаша, что они пончики просят, да? Дошли мы до магазинчика Моррисона. Сейчас мы купим здесь какао, сливки, все, что надо. И уже точно тогда отправимся в домик. Спрашивали меня, на сколько времени вы сюда приехали. Ну вот это будет вторая ночь. Дальше не знаю, посмотрим. Мне, честно говоря, уже домой хочется. Детям, конечно, им бы гулять и гулять бы. Не знаю, посмотрим. И может быть мы переедем в другое какое-то место, на другую стоянку, посмотрим. В общем, моя подруга посоветовала, подруга, может кто помнит, смотрит давно мой канал, помнит подругу Катю. Она посоветовала ездить в еще одно место, которое здесь недалеко, буквально совсем близко. Там ей очень понравились пляжи. Ну не знаю, на диком пляже оставаться. Здесь хоть магазины есть. Хотя у нас в принципе в домике еда все есть. Газ есть, туалет все это есть. В принципе, можем и на дикий пляж. Ну не знаю, посмотрим. В общем, пока что не решили. Пока что не решили. Дальше посмотрим. Зашли в магазин. Надо купить нам метелку с совочком. Такая вот, да? Сколько она? 5 фунтов стоит. Ничего себе, 5 фунтов. А, метелка с совочком. Ну, делать нечего, придется брать. Потому что мы накрошили там печенек, да? Не знаю даже, кто накрошил. Без понятия. Ты, Миша, не знаешь, кто накрошил? Нет, все накрошили. Все накрошили, ага. Грызуны-то печеньев. Так что, все сыпется. Не, не, это не наша корзинка, Агафь. Не наша. Вон туда клади. Вон в ту корзинку. Так, какао нам нужно. Вот это вот я точно брала вкусное. 4 фунта стоит. Вот это тоже хорошее, но не такое вкусное. Стоит 3,75. Хотя оно органическое, по-моему, да? Органическое. То есть без всякой химии. Эмульсгаттеров и всякого-всякого. Вот это дешевое. 2,50. Оно невкусное. Вот это вообще просто отстой полный. Никогда больше не буду брать эту ферму. Возьму, наверное, вот такой вот. Chocolate drink. С швейцарского шоколада. 4 фунта. Ну, самое вкусное. Мы, так сказать, любим какао. Так, Миша, держи. Сливки нам нужно. Сейчас, Агаш, подожди. Вон double cream. А где оно стоит? А вот оно здесь стоит. Вот нам double cream нужно. Мишенька, на, возьми одну вот такую, Миш. На, у меня рук не хватит. Я одну возьму. Так, нам нужно молоко еще. Вот такое вот молочко возьмем. Все, наверное, да? Ой, молоко пролилось, да. Молоко бывает, Агаш. Так, мы ищем кухонную бумагу. Вижу туалетную бумагу, а где кухонная, не вижу. Вот. Вот здесь есть кухонная бумага. 2 фунта. Потому что та туалетная бумага, которая у нас там, она специальная для мотодомов, для этих туалетов. Мы ее так не используем. Это, подожди, нет. Или это туалет? Нет, это кухонная бумага. Kitchen towel. Все. Kitchen towel, да? Я, честно говоря, от этой прогулки нашей немножко устала, так. Хоть мы и отдохнули, посидели, но все равно как-то. Уже вечер. А, может еще потому что плохо выспались. Вот что еще. Я плохо выспалась. Шагафия плохо очень спала. Все, ерзала, ерзала, ерзала. Почти дошли до нашей стоянки. Смотрите, здесь такой гараж. Написано lifeboat. И у них трактор в арсенале. Не знаю зачем. Трактор я вижу, квадроцикл. Я так понимаю, они могут отогнать куда-то лодку или наоборот пригнать. Вот такой вот lifeboat у них. Вот такие вот спасатели, у которых в арсенале есть даже трактор, чтобы отогнать, видимо, к морю и обратно эту lifeboat. Спасательная лодка. Не знаю, меня вообще слышно, нет? Здесь так ветрено. Очень сильно дует ветер здесь на стоянке, да? Прям ветрюган. Вроде не было, не было. А здесь, потому что близко к морю, видимо, ветер дует. Надо мне покупать микрофон-петличку и учиться им как-то вот этот звук улучшать. Невозможно снимать на телефон без петлички. Звук просто ужасный. Дошли мы домой, да? Устали все. Все причем устали. Во, какая штука. Купили очень нужную.